Здравствуйте, дорогие друзья! Христос воскресе! Я ведущий священник Сергий Рыбаков и в эфире вновь передача «Просто о вере». Мы, заканчивая каждый год, каждый учебный год, очередной сезон нашей передачи, всегда пускаемся в некоторые эксперименты, приглашаем каких-то совершенно неожиданных гостей и говорим на совершенно неожиданные для формата нашей передачи темы. Мы традиционно, для тех, кто нас смотрит регулярно, для тех, кто уже в курсе, кто мы, что мы и не пропускает ни одной передачи, знают, что в конце учебного года мы приглашаем одного замечательного священника, который руководит некоммерческим фондом детский и апархиально-образовательный центр. И мы делаем объявление на следующий учебный год, и мы говорим про воспитание, про обучение и так далее. Мы не стали изменять свои традиции с небольшим лишь вкраплением и добавлением. Мы сегодня пригласили его с его учащимися. Итак, у нас в гостях отец Дианисий Левин и замечательная учащаяся Елизавета. Батюшка, здравствуйте. 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 Ну, мы все в преамбуле уже сказали, главная у нас задача сегодня закончить учебный год для вас, отец Дианисий, чтобы закрыть гештальт, поставить галочку, что вот мы, мол, в очередной раз о себе мы скажем, напомним. Но лучшей рекламой являются лица. Безусловно, лучшей рекламой учебного заведения, любого, дополнительное ли это образование, основное, высшее, среднее, это, конечно, лица. Это те, кто там учится, это те, кто посещают, это те, кто радостно туда бегут и вообще могут о чем-то сказать, что там происходит. Вот. Поэтому мы сегодня договорились с вами следующим образом, что, конечно же, мы немножечко скажем о том, как прошел учебный год 2021-2022 в детских епархиальных центрах, конкретно в вашем детском центре. Поговорим о тех проектах, которые родились и которые продолжились. Ну а дальше у нас будет разговор на троих. Мы, ну так, небольшая преамбула для наших телезрителей. Опять же, те, кто нас смотрел в прошлом году, знают, что мы в прошлом году интересную здесь беседу устроили тоже на троих со священниками. Мы говорили о нашем отцовстве и вообще о родительстве и о взрослом мире и о том, как в этот взрослый мир инкорпорировать, включать детей и как вообще с ними взаимодействовать. Сейчас мы попытаемся в течение нашего цикла трех встреч, а это будут разные ребята, будут разные люди, мы попытаемся приоткрыть дверь, а как же нас видят подростки, наш взрослый мир, чтобы немножечко так раз и, может быть, удивиться, что вот, о как, оказывается, может быть, а мы-то думали, что мы всегда герои. Вот. Ну давайте, вот как прошел год, отец Дианисий? Что нового в детских и партииальных центрах? Может быть, я переадресую вопрос сначала Лизе, чтобы немножко включить ее в беседу и потом отвечу сам. Лиз, как у тебя прошел год? Учебный. Учебный, да? Конечно. Он у тебя тоже ведь заканчивается? Да, он у меня тоже заканчивается, и я бы хотела сказать то, что девятый класс, я сейчас учусь в девятом классе, и этот год прошел намного тяжелее, чем обычно. И я жду не дождусь, когда он уже закончится, потому что это огромные нервы. И это только девятый класс. Это только начало жизни. Это только начало, да, я с вами согласна. А ты планируешь потом остаться и идти до одиннадцатого учиться? Да, я останусь, пойду в гуманитарную направленность и буду учиться до одиннадцатого класса. Супер. Ну, мы тебе успехов желаем. В детских центрах год прошел непросто. Это был такой смежный год, вроде бы, с одной стороны. В начале учебного года еще были истории, связанные с пандемией, был дистант, и мы ограничивали вход родителей в наше образовательное учреждение. Но, с другой стороны, потом волна пандемии пошла на спад, и мы получили возможность восстановить даже в том числе наши какие-то традиционные мероприятия. Например, для меня большой-большой радостью стало то, что в майские дни мы вместе с учащимися приняли участие в возложении цветов к вечному огню. Это традиция, которой уже больше пяти лет, чтобы именно вместе с педагогами, сотрудниками, детьми Детского и Пархиального образовательного центра принимать участие в возложении цветов. Мы всегда разговариваем с детьми об этом, стараемся сделать это не в формализированной истории, а именно вдумчивой, с пониманием, то, что происходит. И вот сегодня, спустя два года, в этом году мы это сделали. Для меня вот лично я испытал очень большое внутреннее какое-то эмоциональное удовлетворение и подъем, оказавшись вновь на площади перед вечным огнем. А Лиза там была? Нет. Нет, но Лиза, она уже пару лет к нам в центр не ходит. Она, думаю, сама может потом рассказать об этом. Но в свое время была одной из самых активных таких воспитанниц, участников процессов, которые происходили у нас в детских центрах. Вот. Или, например, флешмоб, посвященный 9 мая. Мы его назвали «Песни Победы». В торговом центре «Амбар» мы его провели. И тоже это не... Был перерыв на пандемию. Вот. Но в этом году он прошел. Вот ребята, которые в следующих выпусках будут в студии, принимали участие. У них можно будет об этом тоже поспрашивать. Тоже для меня это было большой радостью. Планируем провести в эти выходные крестный ход детский. Понятно, что погода такая в Самаре. Не знаю, насколько он получится. Я так понимаю, что передача уже выйдет в записи, когда мы будем знать, прошел крестный ход. Или еще он планирует пройти. Вот. Но тоже большая радость. То есть вот этот переход от такого состояния ограничений к состоянию возрождения каких-то традиционных мероприятий, он очень радостный. Поэтому ознаменовывается год, завершение учебного года очень радостными событиями. Для меня это здорово. Два проекта есть у вас. Мы, собственно, ради них каким-то образом так вот договорились встретиться. Первый проект, который уже, я так понимаю, четвертый год длится, да? Второй. Четвертый сезон, второй год. Это проект подкаст «После отбоя». И все участники, которые будут здесь в этой студии, в нашей передаче, они будут, они как раз были когда-то участниками этого подкаста. Да. И, я так понимаю, первый год проект, Институт культуры. Что это? Рок-группа? Ну, мы ее громко называем. Панк-группа? Нет. Хард-эви-группа? Нет. Это ни секунды, ни панк. Зря. Мы ее так громко называем молодежно-подростковой рок-группой. Вот, хотя, конечно, она уже ближе в сторону молодежной, чем подростковой. Там ребят, которых формально еще нет 18, двое или трое. Поэтому она уже такая в переходной стадии. Да, этой группе один год. И она просто логично выросла из детского объединения хорового пения. Когда обычно священники боятся всего, что употребляется с приставкой рок. Вот, естественно, зрители, особенно если есть такие какие-нибудь сердобольные и такие прямо ультра-правые, они скажут, ультра-консервативные, скажут, боже мой, в детский центр рок-музыка. Ну, все, докатились. Что дальше? Вот. Поясните, пожалуйста, для наших сердобольных зрителей, как вы решились на сей эксперимент? Очень просто. Для меня очень важно, чтобы детские центры были местом притяжения детей. И даже вот Лиза не учится второй год, тем не менее, я пытаюсь ее привлечь на какие-то наши проекты. Вы уже второй раз за передачу указываете на то, что Лиза не учится в детском центре. У меня есть ощущение, что вы затаили. Нет, я просто не теряю надежды, что круг закольцуется, и она продолжит. Тем не менее, для меня очень важно, чтобы детские центры были местом притяжения детей, даже когда они перерастают, те объединения, которые у нас в центрах существуют. И несмотря на то, что ребята до сих пор продолжают петь в хоре, только пение в хоре уже не может являться единственным мотиватором их прихода в детский центр. И это касается не только тех ребят, которые будут сегодня в студии и будут на следующих передачах в студии. Это касается в целом взрослеющих молодых людей. У них меняются интересы, им хочется чего-то более серьезного. Разрешаете ли вы, даете ли вы им творческую свободу в этом? Это вы у них спросите. Вот это вы спросите у них, потому что это вопрос такой. Можно ли им сыграть пошлую Молли? Им точно можно слушать все, что они хотят. А играть они будут то, что со знаком одобрено. Ну, то, что они могут играть на репетиции и то, что мы можем с ними сыграть на каком-то концерте или мероприятии, это, конечно, разные вещи. Потому что пока, по крайней мере, пока уровень наших выступлений, где выступает группа Институт культуры, это те же мероприятия, которые проводит детский ипорхиальный образовательный центр. Это тот же флешмоб, это рождественские калятки, это пасхальные и рождественские концерты. Это мы провели пару квартирников в самом центре. И, понятное дело, что собирается, ну, во-первых, как минимум определенная аудитория. При этом, конечно, у ребят у всех разные музыкальные вкусы. Но, с другой стороны, воспитание, которое они получили в семьях и которое мы старались поддержать, ну, то восприятие текста и музыки, которое мы старались им привить в центре, наверное, влияет на их вкусовые предпочтения. Да нет, наверное, не только на вкусовые предпочтения в плане прослушивания, сколько вкусовые предпочтения в плане исполнения. Отец Дениси, ну, в общем, мы сказали про Институт культуры. Главный повод для встречи, потому что Лиза сидит, она скучает. Мне не хочется, чтобы подросток скучал, потому что, когда он скучает, он либо берет коктейль Молтова, либо электрогитару. Поэтому мы сейчас, я бы просто хотел бы подытожить тему с детскими центрами. Что у вас грядет, когда наборы, где наборы, куда обращаться традиционно, что нужно сделать, чтобы попасть в рок-группу Институт культуры, вот, что нужно сделать, чтобы попасть на подкаст к отцу Денисию после отбора. Отлично. Прям в трех словах. Лиза и все друзья, кто нас смотрит. Чтобы попасть в детский епархиальный образовательный центр, нужно зайти в интернет и либо на наш сайт nfdeut.rf, где есть абсолютно адреса, телефоны, контакты, группы ВКонтакте всех наших учебных филиалов, которых по области больше 27, и связаться с тем учебным филиалом, который ближе всего к вам находится. Там вас встретит завуч или руководитель, и предложат те объединения, которые конкретно в этом детском центре есть. У нас сейчас начался набор на следующий учебный год, и мы всех с большим удовольствием приглашаем. И тебя, Лиза, я очень сильно жду. Что касается подкаста, то у него также есть группа ВКонтакте, теперь есть еще и Ютуб-канал, потому что четвертый сезон у нас вышел, в том числе в видеоформате. Там есть мои контакты, мне нужно написать, и я с удовольствием пообщаюсь с любым ребенком, потому что подкаст – это площадка, где должен говорить подросток. Вот сейчас Лиза преимущественно молчит, а там как раз задача именно в этом, чтобы подросток говорил. Буквально вот в минуточку хотел бы задать вопрос, потому что я посмотрел все и послушал все, и практически во всех подкастах вы как бы убеждаете, утверждаете, что подросток сам должен хотеть, сам должен стучать, сам должен вас допытывать, дергать вас за рясу со словами «дяденька, возьмите меня». То есть правильно ли мы понимаем, что любой подросток, который сейчас смотрит, или родитель, которого сейчас смотрит, может вам написать и сказать «я хочу к вам», и вы не откажете? Я не откажу, я наоборот буду прыгать от радости, потому что, конечно, на данный момент преимущественно гости приходят по моему приглашению, и это в основном круг из детских и апархиальных образовательных центров. Хотя были гости даже из другой страны. Мне в первом сезоне написал мальчик из Латвии, и мы с ним удаленно записали подкаст, мы разговаривали о том, как живут подростки в Латвии, и это было… Да, это было очень круто, очень интересно, вот, и поэтому, да, абсолютно любой подросток от 12 до 18 лет может написать, и я с удовольствием, хоть дистанционно, если это из другого города, хоть очно, если это в Самаре, с ним сделаю. В ВКонтакте, ВКонтакте, ID, как будет? Там цифры? Короче говоря, по имени, по никнейму, просто Дионисий Левин, вы можете найти батюшку, ему написать, и, во-первых, все уточните вопросы по поводу детских и апархиальных центров, а, во-вторых, можете постучаться, именно подростков касается, подростки могут постучаться на подкаст после отбоя. Все, вот все эти преамбулы мы теперь закончили, мне бы хотелось, чтобы мы успели поговорить о насущном и серьезном. Действительно, очень часто происходит такая интересная штука, когда мир очень полярен, я не знаю, Лиза ощущает это или не ощущает, полярность имеется в виду, что есть взрослый мир, и он непроницаем, то есть туда постучаться, туда войти, сесть, например, за общий родительский стол, там, за вечерним чаем и начать что-то говорить, очень сложно, потому что родители говорят, так, это, во взрослые разговоры там не лезь, но то же самое происходит с подростковым миром, то есть, условно говоря, мы с отцом Дионисием вряд ли сможем так легко, непринужденно войти в ту тусовку, в которой вы вращаетесь, вы что-то обсуждаете, вы что-то там, не знаю, активно чем-то занимаетесь, какие-то проекты, туда надо очень бережно, очень тактично стучать, и еще не факт, что откроют и долго будут смотреть в глазок. Ощущаете ли вы эту полярность? Да, эта полярность очень ярко ощущается на самом деле, потому что даже если достаточно умный, образованный, уже достаточно взрослый подросток, которому уже лет 17, ну даже, ладно, 16 или там, 18, все равно взрослые не будут воспринимать его серьезно, что бы он ни говорил, какие бы темы он ни поднимал за столом с родителями, с родственниками, никогда не будет его воспринимать серьезно, никто. Лиз, мы до эфира, за кадром поговорили о том, что, ну, как бы у нас вот до встречи сегодняшней были встречи с философом Юрием Смирновым, и мы говорили о Христе, о Боге вообще, как об отце, и я бы хотел поговорить сегодня о детско-родительских отношениях с вами, потому что у отца Дианисия багаж общения большой, то есть он общается и с родителями, и с детьми, и в подкастах у него много всякого рода участников, и много детей, которые приходят к нему и на исповедь, и просто для каких-то личных бесед. А у Лизы мы сегодня дадим ей шанс. Вот, вот, импровизированный вечерний стол, вечерний чай, за которым нам очень до зарезу важно знать, что думает, ну, сегодня конкретно Лиза, а вообще, в принципе, подросток. Вот, начнем с такого вот просто вводного, как вообще Лиза, когда она, например, слышит молитву «Отче наш», или когда она слышит, что Бог-отец, как она вообще это понимает? Ну, что значит Бог-отец для Лизы? Сейчас вообще ни разу не надо богословских каких-то умностей, просто вот, ну, как это ощущается? Бог-отец это что значит? Что он не судья, не господин, не работорговец, не рабовладелец, а отец? Ну, Бог-отец, ну, это родитель для нас всех. Что это для Лизы означает? Вот мне бы хотелось услышать. Ну, это трудно сказать конкретно, что это обозначает для меня, потому что я никогда намного глубже не думала, ну, вы задаете очень глубокие вопросы, хочу вам сказать. Грешен. И так по щелчку очень трудно ответить на самом деле, потому что даже слушая или читая молитву «Отче наш», я никогда особенно не задумывалась, ну, то есть, что такое Бог-отец, что конкретно это может значить для меня. Я никогда не сидела за столом с чашкой чая, около окна я не задумывалась, что же конкретно это значит для меня. Может быть, оттолкнуться тогда от детско-родительских отношений, ну, так вот, которые вот прям пощупать можно. Чего не хватает, может быть, в как раз этих самых детско-родительских отношениях, что мы иногда компенсируем, хотим компенсировать в общении с Богом. И что, наоборот, нам хочется, чтобы то, что мы видим и чувствуем, что вот в Боге, как в Отце, есть, мы бы хотели чувствовать в родителях. Есть такое что-то? Да, наверное, есть. Потому что, когда у меня какие-то проблемы, например, скажу откровенно, я разговариваю с ним, и он меня выслушивает. А касательно родителей, мне иногда трудно такое сказать, что родители могут меня выслушать. Потому что, как бы это ни звучало, но Бог реально меня может понять. И он меня выслушивает. И мне это важно, чтобы меня выслушали. А родители иногда такого дать и не могут. Они, скорее, не выслушивают, они даже не дослушивают, а уже сразу начинают пичкать какими-то советами. Или сразу же делать вот так вот. Лиз, не делай так. И эти советы не ограничиваются просто словом. Они советуют, но с тем фактом, что я должна это сделать. Ну, чувствуется легкая претензия к взрослому миру. Может быть, и нелегкая. Но у меня вот ни в коем случае не стоит цель столкнуть, чтобы Лизе еще сегодня домой возвращаться. Наверняка родители посмотрят передачу с участием любимой дочки. Они будут, наверное, в некотором недоумении. С одной стороны, может быть, это и есть цель сегодняшней встречи, что иногда взрослые в некоторой отропе замирают. Они-то искренне думают, что они слушают. Они-то искренне думают, что они интересуются. Они-то искренне думают, что они заняты интересами своего ребенка. Иногда бывает не так. Но мне бы вот интересно, какой вопрос еще был бы разобрать. Есть родители. Я все-таки не ухожу далеко. У нас передача просто о вере, как вы понимаете. Нам как-то далеко от веры уходить нельзя в контексте. Но мне интересно было бы, а как видит вообще подросток мир взрослых? Вот я вижу взрослых. Какие они? Какой этот коллективный портрет взрослых для Лизы? Вот что это? Ну, если просто вот какими-то эпитетами. Не надо там, может быть, опять же, сложных философско-богословских умозаключений. А вот мир взрослых. Ну, например, серый, угрюмый. Еще какой-то. Какой мир взрослых? Как вы видите? Ну, для начала начну с того, что взрослеть я не хочу, потому что, скажу откровенно, то, что за последние полгода я очень разочаровалась, можно сказать, во взрослом мире и вообще в людях. И поэтому взрослеть я не хочу, и этот взрослый мир мне видится достаточно, как вы сказали, серым и угрюмым с разочарованиями. С какого момента ты, ну, ощущаешь вот эту взрослость? То есть это 18 лет или это когда уже институт закончишь? Я не знаю. Каждый человек взрослеет по-разному. Потому что ты просто упомянула про девятый класс. И мне всегда так жалко вот подростков. Батюшка спросил, что такое взрослый мир для подростка. А я вот могу сказать, что такое мир подростка для меня. То есть это абсолютно безжалостно задавленные учебой дети. И у меня вот все это сливается в один такой фон, потому что практически любой разговор с подростками так или иначе перепрыгивает на тему учебы и проблем, связанных с этой учебой. Так вот, мне кажется, что подростки очень хотят вырваться из этого мира. Просто, знаете, я вот сейчас так подумала, то что взрослые, как я уже об этом говорила, не воспринимают подростков всерьез. Но при этом эти же взрослые заставляют нас в девятом классе решать, кем я хочу быть когда-то там лет через 10. С какой профессией я хочу связать свою жизнь. Вот сейчас в девятом классе в школе, например, на нас очень сильно давят с этим вопросом. То есть кем вы хотите быть, вы уже должны сейчас это решить. Вот мне в этом году только 16, я как бы еще не готова, я еще фактически мало знаю об этом мире. И я не готова что-то сейчас, прямо вот в этом году или в ближайшие пару месяцев выбрать то, с чем я должна жить на протяжении, не знаю, 60-70, дай бог, лет. А ты не пробовала спросить об этом у Бога Отца? Это во-первых. Во-вторых, мне бы все-таки хотелось вступиться от лица взрослых. Почему это важно? Может быть, в школе это не объясняет, почему это важно. Просто дают некую директиву, что ты должна определиться и все. Буквально недавно у меня вот сын ходит на гитару к очень хорошему педагогу, и мы с ним разговаривали. Он говорит, понимаешь, вот когда, если бы твой ребенок пошел на лютневую гитару, допустим, в веке в 18-19, что ему нужно было бы из музыки знать? Ну, немножечко средневековой музыки, немножечко 17-й век и чуть-чуть 18-й. Вам и повезло, и не повезло жить в 21-м веке, потому что, чтобы разбираться в музыке, вам теперь нужно послушать средневековую музыку, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, и у вас нету времени на раскачку. Просто потом получится так, что в какой-то момент Лиза, например, поймет, что она всю свою жизнь хотела, например, заниматься, допустим, филологией, как вот мы обсуждали, да, языками, допустим. Но она, допустим, 11 лет у школы, допустим, тратила не на то. И, к сожалению, ну, то есть, вот, если Лиза захочет стать филологом и закончит, и будет заниматься языками, я ее уже в свои годы, хоть я и не слишком стар, но никогда не догоню. Поэтому, как бы, взрослый мир говорит только лишь, ну, дает такой месседж, что, к сожалению, времени на раскачку нет. Нельзя прожить 30 лет, типа, в пробнике, а потом в 30 начать вдруг понимать, к чему я призван. В идеале, к годам, к 13-ти, к 14-ти, ребенок просто должен познать, понять свое собственное призвание. Другой момент, что мир взрослых, мир взрослых, мне так кажется, путает призвание со специальностью. Это разные вещи. Вот. Поэтому то, что вас так возмущает, Елизавета, вас возмущает, что вам навязывают выбор профессии, а никто не помогает определиться с призванием, почувствовать себя. Большинство современных взрослых людей этого не умеют, чувствовать себя, свои потребности. Поэтому мы с отцом Дионисием можем констатировать тот факт, что на исповедь приходит огромное количество людей, которые не знают, чего они хотят. Они не понимают, куда им двигаться. Они не чувствуют себя. Хотя при этом, конечно, если с ними разговаривать, они будут очень четко говорить, что мы себя чувствуем. Мы все прекрасно понимаем. Только мне кажется, что есть разница между «я хочу», когда это я актор действия, и «мне хочется», когда я не понимаю, что это некое желание давлеет надо мной, оно мною руководит. Ну, это немножечко такое занудство от взрослых. Мне бы все-таки хотелось к детско-родительским отношениям вернуться, потому что у нас не очень много времени. Вот все-таки для Елизаветы главный месседж, который бы она хотела бы, не знаю, для себя, как для будущей родительницы, вот в будущее, да, там, послание в будущее, чтобы это не было обвинением конкретных родителей Лизы, а вот для себя, что она бы хотела? Какой бы она родительницей хотела бы быть в будущем? Что бы она себе сказала в соответствии с тем, что она немножечко поняла про Бога Отца, что она немного поняла про родителей своих конкретных, вот, которые ее воспитали, вырастили? Ну, так, начнем с того, что своего ребенка я буду воспитывать однозначно в храме, и однозначно я буду водить и по воскресеньям в храм, и вот к батюшке буду водить своего ребенка, он обязательно будет ходить именно к батюшке. Так, так, да жизнь бы. Не надо так говорить. Так. Вот. И я думаю, это что я была бы другом своему ребенку, мне бы хотелось быть другом своему ребенку и быть близким человеком. А что это значит? У нас вот как раз следующая передача будет посвящена дружбе, но вас уже не будет в этой передаче. А что такое быть другом? Вот родитель друг, это как-то для многих взрослых вообще непонятное соответствие. Я родители, значит, я бью кулаком, говорю, делай так, не делай эдак. А вдруг это как-то вот на равных партнерские отношения, что это вот? Вот именно, это я и пытаюсь донести, понимаете? То, что большинство подростков, начнем с того, да, как думают взрослые, ну хотя я с ними согласна в этом плане, это личности бунтарские. И если им будут что-то приказывать, они вряд ли будут это делать, или будут делать как раз наоборот. Вот. И задача взрослого в воспитании ребенка, подростка, это как раз находиться с ними на равных, уважать, допустим, их выборы, или их решения, или выслушивать их в тех или иных ситуациях, или давать совет, но не навязывать. Правильно ли я понимаю вашу логику, что Бог-отец, именно отец, вот в этом значении, что Он отец-друг, что Он не навязывает свою логику? Ну да, ведь... Что будем делать с заповедями? Вы же спросили лично мое мнение, я вам лично свое мнение сейчас и объясняю. Ну так вот, я продолжу. Да. Также для меня очень сильно важно, чтобы не лезли. Не лезли? Нет, не лезли именно в мое пространство, не лезли ко мне. Я, понимаете, если подросток захочет быть ближе к родителю, и если родитель не будет себя навязывать, это очень важно. Ну, лично для меня. И думаю, что не только для меня, потому что я знаю достаточно много людей, и там у 18, и 17 лет, и 13, и 14, с абсолютно разными родителями. И те слова, которые я сейчас сказала, это был определенный вывод общения с этими людьми. Лиз, спасибо большое. Отец Денисий, спасибо большое. К сожалению, у меня только возникли вопросы, но уже время передачи подошло к концу. Надеюсь, мы, может быть, обсудим это с другими участниками детского центра. Но знаете, я бы очень хотел сказать, что мне было приятно. Потому что у меня есть ощущение иногда какой-то безвыходности от того, что подростки как будто бы ничем не интересуются и как будто бы двух слов связать не могут. Сегодня я удивлен, приятно. Лиз, спасибо вам огромное. Ну, а для резюме. Родители, чтобы не лезли к детям, но иногда у родителей возникает та же самая потребность. Вот удивительно, да, что, к сожалению, мы очень сложно выстраиваем некое целостное пространство общения. Надо лезть. И надо лезть и детям к взрослым, и взрослым иногда. Но делать это, мне кажется, просто ненавязчиво не топтать кирзовыми сапогами. Спасибо огромное. С вами мы прощаемся. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся тоже. Но в следующий понедельник будут другие участники и группы Институт культуры, и конкретно воспитанники Детского и Пархиального центра. Присоединяйтесь, будет интересный разговор с подростками. Хотя я его, честно говоря, очень боюсь. Храни Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok